Так, давай найдём место и начнём уже. Спасибо за помощь. Ты меня просишь, потому что руки коротковаты для селфи. Нормальные у меня руки. Куда? На балконе будет неплохой ракурс. Поищем, как туда попасть. Эй, стоять! Я свет ищу. Помнишь разговор о границах? В мою комнату можно входить только мне. Обычно я благодарен психологу, но иногда он даёт идиотские советы. Как твой новый дом? Пока сойдёт. Доволен? Я там сплю и храню вещи. Аренда на короткий срок, чтобы спокойно искать что-то ещё. Что ж, разумно. Ты сказала мне съехать, вот я съехал. Это был комплимент. Да я так. Я боялась, что ты будешь спать на диване в студии и потратишь полжизни, пока найдёшь идеальное место с правильными обоями на нужном расстоянии от остановки. Думаю, эту тему нам тоже стоит добавить в список запрещённых. Да. Пожалуй, ты прав. Раз приехать завтра не получится, можно я через неделю вещи заберу? Если Дю Мэтт нас тут застанет, он будет очень недоволен. Он же просил в одиночку не бродить. И мы почти вынесли дверь, чтобы попасть сюда. Мы? В общем, мы не должны нарываться. Пожалуй. Чёрт! Я чуть не обосрался. О, такое я помню. Я в средней школе всю свою парту изрезал. Дерзкий. Ха! Тут должен быть проход. Ты посмотри на эти обои. Капец, они старые. В этом доме всё капец старое. Я думала, он старый только снаружи, а в... Вон! Видишь ключ? Нужно только туда попасть. Похоже, Дю Мэтт любит... Мэнни Шерман родился 1 января 56-го года. Да ладно. Вы это знаете. Чего вам надо? Что это? Вижу, вы тщательно подошли к делу, агент Мюнтей. Любимые телевизионные программы. Первое домашнее животное? С кем вы дружили в детстве? Что за чушь? Это допрос или вы что-то разнюхиваете? Так сложно спросить прямо. Хотите знать, что меня вдохновило? Я был недостаточно оригинален? Хотя, пожалуй, был один человек, который вызвал у меня интерес. Генри Говард Холмс. Почему? Да потому что он был первым. Первым в Америке. Основоположником ремесла. Он установил стандарт, понимаете? Учите историю, Мюнтей. Книжки почитайте. Вы думаете, раз мне нравится тыкать в людей ножом, я идиот? Я, предположительно, убил тринадцать человек, прежде чем вам хватило ума найти меня. Гнить же все будет. Гнить? Точно! Что? Я все не мог понять, чем здесь так странно пахнет. Теперь понял разложением. Дом старый. На пляже может быть мертвая рыба, животные в лесу. Что угодно. В любом случае, оно давно сдохло. Осторожней там. Дом старого. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Стоп. Почему это? Он прочитал все твои язвительные твиты. Я не... Что за хрень, Джейми? Он поднялся на паром и уплыл. Что? Когда? Как только мы разошлись. Так он свалил? Точно. Ерунда. Ты ошиблась. Я что, слепая, по-твоему? Зачем так делать? Это бред какой-то. Они очень торопились. Кстати, ты права. Тут есть девочка. Я искала номер и видела их вдвоем. И снова гениальный план Чарльза Лоннита накрылся. Что дальше, босс? Домой вплавь. Зачем звать нас сюда и на ужин, а потом сбегать? Вы задолбали все время во мне сомневаться. Мне сказали, что здесь полно вещей, которые подойдут для нашего шоу. Оглядитесь. Он соврал? Он не мог просто так уехать. Не надо зря волноваться. Народ, меня одно этот отель пугает до усрачки. И мистер Дюмет. Пусть мне до глубины души противно в этом признаваться, я начинаю думать, что Джейми права. Спасибо. Давайте потише. Зачем? Его здесь нет. Но это не объясняет, почему он нас кинул. Вернулся, чтобы обеспечить алиби. О чем ты? Ну, чтобы когда наши тела найдут на другом берегу, он мог все правдоподобно отрицать. Боже. Господи, Джейми. Перестань уже нагнетать. Это не смешно. Окей. Ладно, только не жалуйтесь мне потом, если вас всех убьют. Что на тебя нашло? Да, я так. Что, так и не нашел сигареты? Вот и нет. Наоборот, я нашел пачку особых невидимых сигарет. Вообще-то, я их курю прямо сейчас. Вот. Хм. Тогда понятно, чего ты такой довольный. Так что теперь? Будем притворяться, что едим? Какой у нас план, Чарли? План? В лучших традициях Лонет Интертеймент будем сидеть на жопе ровно, пока не прижмет дедлайн, и тогда мы быстренько чего-нибудь налепим, и я спасу все озвучкой. Ну, выпьем за топику, которая больше не самый большой провал в жизни Чарли. Я хочу предложить тост. За вас. Вот. Знаю, что вы надо мной смеетесь, но таков крест патриарха нашей маленькой семьи. Марк и Джейми. Вы двое работаете за команду в десять человек. И, Кейт, несмотря на все ссоры, ты сердце этого шоу. Ты нравишься людям. И, конечно, за нашу новенькую Эрин. Мы без тебя пропадем. Ты единственная, кто помнит каждую мелочь. Спасибо всем. Вы молодцы. Будем. Будем. За нас. Мазал, Тов. Этот материал поднимет шоу на новый уровень. Ага. Если тупить не будем. Да, он нас точно слышал. Если бы услышал, говорил бы по-другому. Наверное, не стоит обсуждать это сейчас. Ты сам начал. Что говоришь, Кейт? Ничего особенного. Просто идеи прокручиваю. Думаю, лучше сделать, чтобы фаны выглядели максимально жутко. Это просто. А только мне кажется странным, что Дюмэта еще нет. Да, походу, он не придет. С чего хочешь начать, Чарльз? Ты главный. Спасибо. Думаю, нам стоит начать в вестибюле. Нам пока хватает света, и символично, что там все начинается в замке убийств. С таким светом нам хватит и пары прожекторов. Можно создать эффект газовых ламп. Прекрасно. А если Дюмэт придет? Если будет ругаться, я ему тоже все выскажу. Он сам нас вынуждает. Ладно, берите все и переносите в вестибюль. Теперь, пожалуйста, давайте вести себя профессионально. Без ошибок. Чистенько. Если он придет, не хочу, чтобы мы были заняты херней или разборками. Разумно. Мы за. Так, народ. Прекрасно. Рад это слышать. Я за минуту справлюсь. Класс. Супер. Да. 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 Супер. Супер. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...